РУССКИЕ ПЯЦЫ Давай делать это профессионально Тогда я домой Сразу, что уж там Скажи, пожалуйста Во-первых, очень хочется узнать Как же все-таки такие красивые девушки А тем более актрисы Просыпаются рано утром Посыпаются рано Вот как ты сегодня Как у тебя это получилось Я встаю легко, я ложусь рано Просыпаюсь рано Поэтому для меня 6 утра это мое время Отлично, а что делает Анастасия Игоревна Харламова В тот момент, когда ты просыпаешься Она спит Ты даже раньше, чем дочка, встаешь Обычно родители жалуются, что дети не дают выспаться Нет, Настя спит часов до 9 Идеальный ребенок Просыпается, идет в школу Она самостоятельная Так она может и на работу уже ходит Вы же не знаете, чем она занимается Иногда говорит, что мам, ты на работу, я тоже Слушай, это памятую то, что я сегодня дочку Вообще не смог в садик разбудить Да ну ладно, хорошо Есть, как говорится, кого приводить теперь в пример Конечно, когда многие узнали, что у нас будет Кристина Асмос Женская часть нашего коллектива Ну, извини Спросила она одна или со своим Хоть посмотреть издалека А что же издалека-то? Можно подойти на сколько? Можно вот, например, у нас сотрудница Секретаря Каждую пятницу можно включить канал ТНТ Секретаря, собственно, крупным планом Нет, ну это вот, видишь, это близко А вот здесь вот, то есть ты сегодня одна пришла Да А вот что-то не позвали вы, Гаррика Да? Да, и я вот Как нам не стыдно? Да Мы потому что, знаешь, не в курсе, как вы относитесь к успехам друг друга Но бывают супруги, которые начинают соревноваться между собой Кто круче, у кого больше статей выходит У кого больше фоток в интернете выложено Несмотря на то, что мы оба артиста Мы артисты, мы... У нас разные профессии фактически Поэтому нам незачем соревноваться И разная аудитория Поэтому мы не завидуем друг другу Радуемся, поддерживаем Она была разная до тех пор, пока вы не воссоединились Вот вы воссоединились и две аудитории превратились в одну большую аудиторию Нет, мы смотрим аудиторию Инстаграма друг к другу У меня 71% у меня женщин с детьми А у Гаррика наоборот, 71% мужчин Странно У нас пересекается, я думаю, очень мало людей Очень странно У нас сегодня время такое То есть мужчины подписаны на мужчин, женщины на женщин Потому что всех интересует чужая личная жизнь Чтобы копировать, понимаешь? Вот чтобы копировать Вот каким-то образом, что одевают, что носят Это же нормально Вот я однажды посмотрел на одного артиста И купил такие же ботинки А потом не одевал их Потому что я в них смотрелся как дебил Я не артист, я радиоведущий Ну так, на всякий случай Простите Друзья, у нас в гостях Кристина Асмас Мы продолжим через некоторое время Много здесь за эфиром Чего узнали, например То, что Кристина передвигается на поездах И с сегодняшнего дня у нее начинается гастрольный тур У нее свой поезд Нет, не тур С спектаклями мы обычно ездим один-два города Сейчас это один город Воронеж Завтра мы играем там спектакль Гамлет Ну, тур Воронеж тоже Да, это мини-тур Извини меня После эфира на русском радио Ты берешь свой чемоданчик И едешь на вокзал То есть ты к нам сюда с чемоданом приехала Да Большой, маленький, что у тебя там? Маленький, на один день всего А, на один день Ну так вот, охрана внизу подумала, что переезжает А так там, понимаешь Конечно же, вот Антон, Алексей заинтересовались Почему не самолет, почему поезд? Why? Мне комфортно в поездах Ну туда, куда можно доехать поездом И за вменяемое время я предпочитаю поезд Хотя, да, действительно, если в Воронеж, то не надо летать Вы знаете, я подозреваю, что Кристина достаточно миниатюрная девушка И она помещается просто на полку И ей очень хорошо на этой полке А что, мне кажется, ты не помещаешься, что ли, на полку? Я очень давно не пробовал Я изменился в весовой категории, а не так давно Галечка, мы помещаемся, но падаем при торможении Сколько до Воронежа ехать? Четыре часа Четыре часа ехать? Нет, часов шесть, наверное А ты взяла с собой что-то поесть? Ну вот те самые пресловутые вареные яйца, курица Нет, недостаточно подушки, компьютера А, то есть ты не будешь все это, в дороге ничего есть не будешь Ты вообще ешь? Просто для многих поездная романтика Это вот та самая курочка вареная Слушай, фольга Там оттуда всякие, там зелень Ну может я успею, если я пораньше освобожусь Нам-то попался на днях буквально журнал Ну, во-первых, ты в прошлую субботу отметил день рождения Да, поздравляем Пусть это будет так, потому что я знаю, что поздравлять после дня рождения Можно еще на протяжении какого-то времени А во-вторых, в этом журнале говорится о том, что ты была... Нет, да? Нет, нет, нет Там речь в этом журнале не про день рождения Речь о том, что ты в свое время, в начале 2000-х годов, донашивала одежду за старшими сестрами А, верно Я из многодетной семьи, да Это нормально, я думаю И когда ты стала непосредственно уже зарабатывать То ты первым делом, когда получала заработную плату из театра шла Я покупала себе какую-нибудь шмоточку У тебя сейчас... До сих пор? То же самое происходит или нет? Ну, я же девочка Если есть возможность что-нибудь там себе прикупить А сестры у тебя берут, просят поносить? Теперь они уже за тобой донашивают, а не ты за ними Я много отдаю, да, сестрам, подругам На благотворительность много отдаю Одежды, да, у меня накапливается Жаль, что я не подруга Я думаю, там можно найти в гардеробной мужа Мы чего-то не знаем, но если ты готова об этом рассказать Слушай, пожалуйста, поделись Он был в Питере, там такой костюм в полосочку Ты можешь через нашего общего друга взять и передать Я возьму, вообще не проблема Отлично Хороший костюм Он типа мафиоза такой, понимаешь Он такой, дон-бидон Такой был, хорошо был, мне нравилось Я договорился о гардеробе, ребят, спасибо Пожалуйста, ну там еще в этом журнале Мы просто для себя поясним Там еще у Гаррика один костюм Да, в этом журнале говорится, что ты входила в состав сборной какой-то Нет, не сборной Ты занималась гимнастикой Да, 10 лет И входила в школу Динамо Папа тебя туда отвел И папа тебе запрещал эти тренировки прогулять А ты их терпеть не могла, потому что тебе хотелось с девчонками во дворе Это время проводить Нет, это уже не правда Ты обожала гимнастику Скажи родителям, что ты не любишь гимнастику Я не могу сказать, что у меня была какая-то дикая страсть к этому виду спорта Иначе я бы продолжила бы спортивную карьеру Но мне нравился спорт Ну то есть ты сейчас на мостик уже не встанешь Еще как встану Я же сыграла Хоркину два года назад в чемпионах быстрее, выше, сильнее И я многое делала сама Я восстанавливалась 4 месяца Ходила заниматься Моя сестра, которая со мной занималась спортом Она была моим тренером и дублером в этом фильме А вот, кстати, о дочке, возвращаясь к детям Вы ее отдаете на какой-то спорт? Она занимается на разных занятиях Она ходит в школу, где есть дисциплины и гимнастика, и танец Но там такое все равно для общего развития, непрофессионально Она ходит на плавание, обожает плавать Просто не может без плавания вообще жить И говорит, что очень хочет на фигурное катание Отлично! Она и так приходит в 5 вечера Она очень занята практически каждый день Нам ее жалко Отдавай! Ты что, на фигурное катание? Это же... Да классно, согласно А если мода пройдет на фигурное катание, когда ребенок... И так подрастет Ну как, не было же тьет? И пройдет до начала телепроектов Потом телепроекты появились И все, появилась мода на фигурное катание Но это тоже была, знаешь, такая, Лех, определенная каста Вот, например, есть каста у байльных танцев Такие байльники, да? А есть у фигурного катания И сейчас фигурное катание популярно А байльные танцы это всегда... Ну да, куча бабла Мне кажется, везде В любом профессиональном виде спорта куча бабла Тяжелая атлетика Хороший тренер Комби-дресс пошла Хороший тренер, хорошая секция Не попасть сейчас, мне кажется А как понять, что ребенку подходит этот вид спорта? Ну потому что за деньги можно решить любой вопрос В том числе и устроить в достаточно недорогую школу А потом ребенок будет ненавидеть Не только этот вид спорта Но и родители Но и те, кто его туда отправил, да Ну не надо сначала какие-то дорогостоящие секции И самых крутых тренеров В какую-то... То, что удобно рядом с домом Походить, посмотреть Нравится, есть ли тяга Есть ли талант И тренер, опять же, заметит Ну и в конце концов Можно всегда спросить мнение своего ребенка Вообще нравится тебе, не нравится У меня рядом авиамодельный Отдавать дочь Давайте послушаем хорошую песню, друзья А после продолжим разговор У нас в гостях Кристина Асмус Кристина говорит, что Майя у нее Сплошной месяц премьер Да Рассказывай Рассказывай Я не буду маяться Я буду радоваться Станислав пишет «Золотую маску Кристине» А вот теперь про спектакль Ох, ох Про спектакль Да 15-го, 16-го мая В Театре Ермоловой Премьера спектакля «Текст» По Дмитрию Глуховскому Дмитрий Глуховский – это современный автор Он давно стал драматургом По-моему, он писал только Ну такие литературные произведения И не уходил в драматургию Это текст, это роман А, это роман Это, да, спектакль по роману Максим Деденко, наш режиссер Попросил у него написать пьесу Чтобы мы ее легко поставили в нашем театре Дмитрий сказал, что я не умею писать пьесу И написал сценарий Вот мы сейчас ставим по сценарию Вообще у меня таких репетиций не было никогда Чертная сюжетная коллизия То есть там вокруг чего все действие разворачивается Молодой парень, отсидев 7 лет За подброшенную ему наркоту Выходит И как поменялась Москва Как телефон стал вторым я Это очень Это прям такая остро актуальная Это прям непосредственно близкая связь автора С современным читателем Это очень круто Ребята, я советую всем прочесть Это потрясающее произведение И я под впечатлением Это из разряда Пока не дочитаешь, не уснешь Это, пожалуй, лучший тизер Я читаю Я играю девушку из телефона Нину У меня виртуальную Виртуальную Да Как находят герои В руках у героя указывается телефон Другого человека И он заменяет Только давай без спойлеров Это Я думаю, что Я надеюсь, что многие уже читали Но это в принципе не такой спойлер Это можно прочесть в первых двух строчках В Википедии Я подготовилась к эфиру Я прошла Ну тогда давай о других премьерах Да 31 мая Выходит фильм В прокат Называется Псы под прикрытием Мы с Гариком там озвучили Собак Это Вот С мужем у нас премьера 31 мая А как Говорит собачка, которую ты озвучила Каким голосом? Можно сейчас Моя собачка пока озвучила Трейлер Там всего три реплики И как трейлер нужно Веселее, бодрее Громче, позитивнее Ну не знаю, пожелай голосом собачки Нашим слушателям Хорошего дня, например Там Есть одна фраза в трейлере у меня А ты не такой, как все Я пыталась Вспоминать Как я мужу часто Она умная собачка? Тумная Тумная Я только трейлер видела У вас в ней несколько кадров Не успела еще понять Вот И я пыталась представить Как бы я это сказала своему мужу Вот Это не очень подходило Вписывалось в моего персонажа А он такой как пикинез в слюнях Я здесь Ну практически так У нас и происходит Слушайте, ну мы тоже хотели попросить тебя, Кристина Кое-что озвучить Мы тебе подготовили задание Потому что, ну, во-первых Я успею потом еще про Успеешь Конечно успеешь Успеешь, потому что Гарик озвучил Навигатора Ты нет Как-то несправедлива Мы решили Восстановить Восстановить Восстановить, да Восстановить правду историческую Понимаешь? Да вы думаете, что-то захотел бы Нет Поверь мне Женский голос на дорогах Это, мне кажется, страшно Поверь мне Женский голос на дорогах А если еще и с картинкой У меня все время покрасить ногти Это же конечно У меня только Катя озвучивает Все мои пути Больше Оксана Оксана там Оксана, конечно Я надеюсь на главную роль Поэтому у меня озвучивает Бондарчук на дорогу Ну давайте очень быстро Это сделаем Итак, значит От тебя требуют Совершенно простые фразы Мы сейчас будем записывать их Вот буквально включим Прям запись Потом выпустим навигатор Такой Русское радио Продюсит бай Вот и все Значит, фразы Которые есть в навигаторе Тебе нужно озвучить Различными персонажами Будь то Джульетта Может быть Агрессивный голос Злобный голос Гром Ну ты же актриса Тебе же лучше знать Готова? Нет Мы верим в тебя Воспринимай, пожалуйста, на слух Я сделаю даже Убавлю музыку Мы все во внимании Итак, фраза номер один Пишем Через 200 метров Поворот направо Поверните Вам, подождите Вам же туда Ну нужно или нет Я не знаю Проехали Запись Поворот Поворот Через 50 метров Держитесь Левее Там, кстати Мой дом Красивый, правда Олег Евгеньевич Менщиков Сейчас плачет Мне кажется Вот школа Не забудьте Пристегнуться Приключения начинаются Поехали Че ты не летаешь? У тебя получается Отлично Следующая Справа Справа Следующая Денег по-прежнему нет Но вы держитесь Следующая Достройте Перед поездкой Правильную волну Волну русского радио Вы приехали Ваш штурман Кристина Азус И у нас на связи Гарик Харламов Который Жена Ты че мой хлеб Отнимаешь А? Вы знаете У нас Время-то Истекло Практически Как обычно Начинаешь просто нервничать Кристин Давай тогда Вот про Вот тот новый проект Который Вот-вот-вот Начнется бомба Про который ты говоришь Еще одна майская премьера 21 мая Премьера Шоу Асмодеус Это Интернет шоу Это первое Интерактивное Онлайн шоу На стыке кино Театра Реалити шоу В интернете Будет Покупаешь билет За 699 рублей Получаешь ссылку И смотришь шоу И влияешь на ход событий Сегодня запускается Масштабная рекламная кампания Выходят наши ролики Которые мне прислали ночью Ребята Это шок Это Это смело Дико Там какое-то количество Они что-то делают Или это актеры Я ведущая Да Вместе с Сергеем Епишевым К нам приходят гости И мы их Мы их интервьюируем Задаем разные вопросы Оферы Про их Да Много троллинга Много жести Это все будет в прямом эфире происходить Написал Валерий Печейкин Мне кажется это о многом говорит То есть это прямой эфир Это будет ссылка на эфир Да Прямой эфир 21 мая В 10 вечера И дальше Далее Там 18 плюс Конечно Строго 18 плюс Без цензуры Без цензуры Абсолютно Купить билет Или подождать Приглашение А пока на ютюбе появится А оно видимо не появится Но ты не сможешь влиять на ход событий Я думаю что к сожалению Как это будет Антон Ты же влиятельный человек Протекать Купи билет Хорошо Но такого драйва Как в прямом эфире Конечно уже не будет Блин 700 рублей на Асмус Легко Все Все Беру Беру три Для себя и для твоих коллег Кристина мы очень рады Что ты пришла Мы тебе желаем новых творческих работ Чтобы их было много Чтобы ты не на все соглашалась Ты правильно делаешь Чтобы ты выбирал только лучшее И чтобы у тебя всегда было Такое настроение В котором ты сегодня была у нас Например утренний эфир на русском радио Да это супер Друзья мы с вами прощаемся Спасибо было классно До завтра Галя Корнева Спасибо большое Антон Юрьев И Алексей Сегаев До завтра любимые Русские пяцы